Эту резонансную историю жители Светозарева запомнили надолго. В конце декабря местный житель застрелил двух собак во дворе частного дома. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. Тем не менее, закон в этой сфере работает далеко не всегда. Привлечь живодеров к ответственности за содеянные действительно непросто, признают в полиции. Сложность заключается в основном в проведении экспертиз, установлении очевидцев. Зачастую это бывает без каких-то свидетелей, очевидцев. Не каждый же преступник сознается содеянным. За последний год в стране принято несколько новых норм в сфере защиты животных. Теперь уголовная ответственность наступает и в том случае, если жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечья, совершено в целях причинения животному боли или страданий, а не только при наличии хулиганских или корыстных побуждений, как это было раньше. Также установлено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, либо в присутствии малолетнего, либо с применением садистских методов, а также с публичной демонстрацией, то максимальный срок увеличивается до пяти лет. Тем не менее, с заявлениями о фактах совершения преступления люди обращаются в правоохранительные органы неохотно, не верят в правосудие. Пробовать добиться справедливости все равно нужно, считают в полиции. В первую очередь, это, конечно же, обратиться к нам с заявлением, а там уже будем смотреть по всем признакам наличия состава. В этом году в городе и районе пока не зарегистрировано ни одного факта жестокого обращения с животными. Это не значит, что подобных преступлений не происходит. Сообщения о разного рода издевательствах над животными публикуются нередко, к примеру, в сети. Защитить братьев наших меньших можем только мы сами. Жестокости станет меньше в первую очередь, если мимо нее не будут проходить.